Айс Амар, унастанум, интернет нэнтамэна тасны хинк драм. Нэнтамэна тасны хинк драм, мэгабайти Амар ромингум, я вас карасу нэрку еркрум. Юком, дзэр хангости оператора. Едут! Едут! Да приехали уже, вот они! Добро пожаловать, гости дорогие! Бобро пожаловать на красный диванчик. Доброе утро! Доброе предоброе! 11 часов 2 минуты, наш красный диван, конечно, не одинок. На нем замечательный гость. Прошу любить и жаловать Сурен Джулакян. Человек с экстрасенсорными способностями. Победитель, между прочим, украинской битвы экстрасенсов. 16 сезон международной битвы экстрасенсов. Доброе утро! Добро пожаловать! В Армении стало быть не первый раз уже, но тем не менее, какими судьбами? На самом деле, мне исполнилось 33 года, 14 июля. Я крестился... Возраст филистический, да, возраст. Да, да, да. Я как бы решил, так как я был 25 лет назад крещен в армянской церкви, которая находится на острове Озера Сиван, я решил приехать на этот остров Кахзы, и чтобы получить благословение священника, который меня крестил. Вот так вот получилось, что в июле месяце, 25 лет назад, я был крещен здесь, в Армении, и мне захотелось просто, ну, подчерпнуть энергию этого места и получить вот благословение высших сил. Ну, сразу вопрос. Вы знаете, вот такие люди, типа вас, да, вот с какими-то пароннормальными способностями, церковь официально к ним не очень-то хорошо относится, это как бы разнополярные вещи. То есть, священник, который вас крестил, знал, чем вы занимаетесь? Ну, вы знаете, как бы особо этот вопрос всегда не афишируется в рамках церкви. Многие священники, конечно же, знают о моей деятельности, чем я занимаюсь и так далее. И как смотрят на это? Ну, безусловно, отрицательно. В том плане, что, как бы, они апеллируют некоторыми такими, ну, высказываниями, да, из священного писания, но я тоже очень хорошо знаком со священным писанием, поэтому, когда мне начинают что-то рассказать, я всегда говорю, прочитайте «Дары и плоды Господа Бога», вот, где написано, что дар Господа Бога — это дар предвидения, дар целительства, дар знаний языков. Даров, на самом деле, очень много, и человек не виноват. Да, 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 эти дары. Не бесовское ли это всё? Нет, ну, как бы, на самом деле, всё зависит от человека, какие у него вибрации. Есть человек с плюсовой, да, резус положительной кровью, а есть резус отрицательной. Это тоже имеет значение? Нет, это не имеет значения, это просто пример. А, это образ, понятно. Вот, и здесь то же самое. Если человек низковибрационный, соответственно, он работает с нижним миром. Если он высоковибрационный, он никак не может работать с нижним миром, у него высокие вибрации, он может только работать с ангелическим миром. Вот скажите, на самом деле… Я высоковибрационный. Ну, как бы, опять же, я не могу сказать, что кто-то, если низковибрационный, он негативный. У меня до нуля опускается, а до нуля — это нейтрал, это мир мёртвых. Соответственно, как бы, ну, я могу работать и с кладбищем, и с мёртвыми, с душами мёртвых. Ну, скажите, просто вот как профану мне, да, вот скажите, люди, которые работают с миром мёртвых, это вот чёрные маги или это к этому не относится никак? Нет, есть понятие двурушников, это люди, которые могут работать и там, и там. Они делают такой, ну, имеют некий баланс между тёмными и светлыми силами. Чтобы понятие магии, это серая магия, вот. Вот, есть чёрные маги, светлые, белые маги и, соответственно, серые маги. Вот, ну, как бы, серая магия — это больше как энергеты, работа с энергией. Мы всё видим и чувствуем в виде энергии, вот, и, соответственно, работаем через энергию и работаем через канал яснознания. Что такое канал яснознания? Это когда шесть органов чувств работают одновременно. Зрение, обоняние, осязание, слух, да. И тебе в виде мысли сразу приходит ответ. Ты закидываешь вопрос, и тебе мгновенно приходит ответ, ну, как бы, трансформируется, он уже трансформируется, адаптируется на наш вербальный язык, и можно его передать. Он всегда правильный, этот ответ? Ну, вы знаете, когда открыт четвёртый центр... Нет, когда открыт четвёртый центр, ты работаешь с высшими силами напрямую. У тебя нет посредников между тобой и Богом, можно так сказать. И тогда ответ всегда верный. Просто у нас же два канала. Есть интуитивный канал, а есть логический канал. И вот логический канал — это что? Социум, школа, религия. Вот это все потолки, которые нам были установлены ещё с детства. И когда человек отказывается от своих ценностей и убеждений, когда отказывается от оценочности, тогда у него открывается этот четвёртый центр, и он может черпать энергию только с интуитивного канала. Но мы все люди, и бывает, что мы начинаем глючить в том плане, что, ну как, логику очень тяжело отключить. И поэтому иногда машинально легче же вот сделать вот так, и как бы машинально ты хватаешь не с того. И вот тогда можно ошибиться, конечно же. Понятно, понятно. Но, как известно, у всех магов, чародеев, экстрасенсов есть такие вспомогательные прибамбасы, да, разные? Там карты Таро, Ивова Лоза, много чего. Вы с чем работаете? Я работаю со временем. Это моё направление. Я его открыл, на самом деле, не так давно. Это уже вот в двухтысячных годах. Потому что у меня дед экстрасенс, у меня дар переходит как бы по... Ну, из-под коления в поколение. Можно сразу вопрос. Вы знакомы были с дедом? То есть вы его застали? Да, он жив. Ему 85 лет. Он вам передавал, да, вот какие-то... Нет, вы знаете, я против вообще передачи вот этих даров, потому что, на самом деле, когда человек начинает работать, он взращивает свой личный эгрегор, своего личного монстра, как сказать, демона своего, да, и как бы вот это, знаете, передача с рук в руки, знаете, посмертно, она иногда чревата последствиями. Зачем мне чужие бесы? Он там наработал своих бесов, демонов за всю свою жизнь и передавать мне... А то есть я говорила, Сурен Горс Чунес, да? Вы, кстати, армянский дед? Да, да. Вот, говорил, да, наверное? Говорил, говорил, предупреждал. Опасно это? Ну, опасно, когда ты начинаешь вот заниматься чистками разными, да, как бы начинаешь вытягивать... Всё, отрицательную энергию уже на себя, да, берёшь, правильно? Не то, что на себя, нужно уметь... Ну, конечно, если не открыт, опять же, четвёртый центр, мы работаем на третьем уровне сознания, это что? Это у нас уровень выживаемости, да, и мы, это питательная среда, вот, грубо говоря, наш пуп, наш живот, это третий центр, это питательная среда. Конечно же, мы берём на себя, и там есть свои законы, что на голодный желудок нельзя чистить никогда, потому что можно потянуть. Вы знаете, бывало такое, поначалу и гули выскакивали на теле после чисток, и тогда... Что вы уже выскажали? Это что такое? Ну, всякие такие, знаете, бывают высыпания там, то бывают какие-то как в виде жировяковых... Гули на тебе выскакивали, вот так вот. Вы поняли, вот откуда прыщи берутся? Отрицательные дьявольские козни. Да, может и так. Вот, и что? Значит, дед предупреждал, но вы всё-таки... Я как бы всё-таки не послушал, у меня свой опыт, свои наработки. Он очень долгое время практиковал в советское время, ещё когда это всё было запрещено, под запретом, и он здесь практиковал, в Армении. Вот, а потом мы переехали на Кавказ, и у меня случайно я к этому пришёл. Мне вот просто очень захотелось купить колоду карт Таро. И я вот её купил, и как-то начал понимать их, вот. И начал уже как-то даже люди ко мне начали приходить, приёмы и так далее. Вот, ну, как-то меня вот привело туда. Я не знаю, как, откуда взялись эти люди. Мне звонки начали поставить. А вы не хотите работать, вот у нас есть хороший экстрасенсорный портал, может быть, вы попробуете себя. Ну, как бы, я говорю, а с чего вы вообще взяли, что у меня? Да вот мы видим там, ну, что у вас есть потенциал. Я говорю, ну, давайте попробуем. А ну, обычно какие люди обращаются? То есть, скажем так, по образованию вы же так сразу видите, да, на человека? То есть это... Бывало так, что к вам какой-нибудь академик обращался? Ну, вы знаете, абсолютно разные люди обращаются. Есть и... Ну, я не могу сейчас сказать, что академик именно, да, как бы, потому что, вы знаете, настолько большой поток людей, что я сейчас вот так вычленить конкретного человека очень тяжело. Были умные люди, грамотные, которые в области медицины, в области физики и так далее. Практически все, в общем-то, верят в такие вещи? Ну, вы знаете, уровень веры, конечно же, очень большой в странах, России, Украины, и поэтому, как бы, это в их культуре. В принципе, вот колдовать, заниматься магией, да, это вот со времен Гоголя еще как-то оно вот так привито. И действительно, это даже, наверное, и раньше этого. Раньше, конечно. Вот, он просто описывал это все. Ну, я вам хочу сказать, что на самом деле все это существует, это есть. Просто твое отношение какое? Если ты в это веришь, ну, как бы, относишься к вере, к этой ситуации, ну, к гаданию, к экстрасенсорике, то, конечно же, это все имеет значение, на тебя это все влияет, ты, безусловно, поддаешься всем этим манипуляциям. А если переводить больше на такой биохимический, научный язык, можно сказать, что нас убивают наши страхи. Вот если у человека поселяется внутри страх, это как адреналин, это как выработка меланина. То же самое и страх. Он вырабатывает определенный гормон, который дает сигнал в мозг, сигнал разрушения, уничтожения человека. И человек сам себя уничтожает. Все понятно. Скажите, а были вот такие случаи, когда вы людей спасали просто абсолютно незнакомых, вы проходили мимо и чувствовали, что этому человеку грозит опасность? Ну, вы знаете, я не хожу 24 часа в потоке, чтобы, тем более, вы знаете, это крайне редкий случай. У меня было, что я спасал человека от смерти, но это было, что человек, вот он, без сознания, и мне приходилось его приводить в чувство. Ну, там чисто медицинские навыки. Ну, как сказать, больше энергетические, потому что, как бы, человек, который верит, да, как бы во всё это, для него это, ну, как сказать, его поднять очень легко, потому что вера его в спасать. Не я спасаю, я всего лишь проводник. Он верит в мой эгрегор, или он верит в те силы, которые мне помогают, и, соответственно, мои силы его вытягивают. Ну, конечно, медицинская помощь там тоже присутствовала, но по большому счёту вот так вот идти и, скажем, увидеть над кем-то крест или смерть или ещё что-то, это, на самом деле, очень редко, и я сейчас даже и не вспомню такие ситуации. А кто вы по образованию? Я сам юрист. Вот. Я хотел поступать в медицинский институт поначалу. Вот. У меня не получилось, потому что с моей армянской фамилией очень тяжело было вообще в Москве. То же самое с вами в Москве. Зато юристы взяли. А то, кстати, по профессии работали? Вы знаете, я попробовал полгода поработать в Москве тоже, да, юристом в строительной фирме. Ваши способности не помогли? Да нет. Знаете, сидеть с маразматической 65 лет в одном кабинете главным бухгалтером – это не мой удел. Я полгода посидел, послушал её вот эти бредни дурные, о чём эти женщины думают. Это ужас, конечно же. О чём, Маша? Мне не 65 лет. Мне на 20 лет меньше. Ну что? Я тебе скажу, когда мне будет 65 лет, я тебе скажу всё, о чём я думаю. Хорошо, хорошо. Ну, вы сами сказали, что к вам много народу обращается. У вас платные услуги? Да, безусловно. Мои услуги платные, потому что я беру не за свой дар, я беру за своё время, потому что сейчас, нынче, особенно моё время, очень дорого стоит. Вот оно как, да? Дима, кушать-то надо, извините. Это понятно. А всем ли вы помогаете? Вот есть ли такие люди, которые приходят и говорят... Вы знаете, я не отказываю. Никому? Вот честно, вот за два года практики в Украине я не отказал ни одному человеку в помощи. Если человек хочет этой помощи, он приходит, но я предупреждаю. Я вот с вами поработал, я открыл над вами пространство, да, как бы вы должны почувствовать мою работу. Если вы почувствуете, увидите результат, значит, вы придёте ко мне, и мы там проведём чистку, проведём какую-то практику, да, какой-то магический ритуал. Если вы не почувствуете моей энергии, моей работы, ко мне приходить не нужно. Значит, я не ваш эксперт, вы не мой клиент. Вот всё. На этом вопрос закрыт. Ясно. Но вы чувствуете человека? Ну, конечно, я чувствую. Плохих и хороших, скажем. Упростим. Вот так бывает, что заход человек говорит, помоги мне, Сурень, а ты видишь, что на нём там 15 глухарей висит. Я не делю мир на добро и зло. У меня нету такого разделения. Хороший человек, плохой человек и так далее. Для меня все люди одинаковые. Я как бы не отношусь к людям с точки зрения оценки их. Но на хамство я отвечаю хамством. Как бы какой привет, такой ответ. Так, то есть этого христианского постулата нет. Ударили по правой щеке, подставляю левую. Я с этим не согласен. Дело в том, что если придут к вам домой, знаете, ограбят ваш дом, обидят ваших детей, я думаю, вы молчать не будете. Поэтому... Ну да. Вот ещё, вот ауру места. Чувствует ли Сурень сразу, как заходя куда-нибудь? Ну, конечно. Вот меня мурашит от вас здесь. Вот я к чему подводил. Итак, аура нашей студии. Аура хорошая, да. У меня мурашки по коже. Ну как, даже волосы дыбом. Да, это хорошо. Это значит, что у вас либо здесь высокое электромагнитное излучение. Электромагнитный экран вы посмотрели. Скоро, хотя нет, конечно. Нет, я не думал, что это экран. Ну, наверное. Наверное, не нам об этом судить. Вот специалист пускай. Аура хорошая, вы очень приятные люди, с вами легко общаться. Я не закрываюсь, и мне как бы, ну, достаточно комфортно легко общаться. Я просто, честно говоря, был готов к каким-то таким коварным вопросам. Там у вас же революция прошла, еще что-то. Думаю, боже мой, сейчас вот эти разговоры у меня аж постоянно за войну, за Донбасс, за это. Не-не-не, вот этого мы спрашивать не будем, конечно. Ну, слава богу. Хотелось бы, конечно. Пусть политикой занимаются люди, которые в этом хорошо робят. Мы абсолютно далеки от этого. Я согласен. Какое мракобестие это вообще? Оказывается, нет. Многие, да, в общем-то. А Джуна Давиташвили, которая была магом Брежнева, по-моему. Да, да. По-моему. Они очень многие обращаются, и, знаете, честно говоря, это тоже такой вопрос. Я не люблю с ними работать. Ясно. Для меня, ну, как сказать, чем уровень жизни у человека выше, и чем, ну, как бы, выше их запросы, тем, вы знаете, вопросы гораздо примитивнее, и обращение по вопросам гораздо примитивнее. И они, знаете, как, вот ты им помог там, я не знаю, там, чтобы, вот, предположим, шахта заработала, да, они потом обращаются, а как нам этот уголь перевезти оттуда сюда? Ну, я ж не транспортная компания, вы, конечно, меня извините, да, логистикой я не занимаюсь. Не, ну, ты поняла, Маш, какие проблемы решать? То есть обращались, зовут, говорят, шахта есть. Ну, нефтяное месторождение, заработает или как? Есть, конечно, еще неприличные моменты, но я сейчас озвучивать здесь не буду, потому что... Не, вот это и интересно, это типо, это типо. Не, ну, у них же всех молодые девочки. Да я даже, я уже догадалась, о чем речь пойдет, Дима. Да, и, а у самих-то не работает уже аппарат, понимаете, как бы, и вот почему ж девочки не обслуживают так, как нужно? Я говорю, ну, вы думаете, я должен вам отвечать на эти вопросы? Да, и тут вы сразу жалеете, что не закончили медицинские. И что у вас в карманчике нет пакетиков с Виагрой. Не, у меня, кстати, есть немного медицинское образование, у меня в школе был профиль УПК, вот, и я получил младшего медбрата, поэтому медицину я очень хорошо разбираюсь, даже лучше некоторых врачей. Я вообще приверженец больше гомеопатии молекулярной медицине, потому что вот эта клеточная медицина, это очень похожественно. А это не развод на самом-то деле? Не, на самом деле нет. Я долгое время страдал от ангин, у меня были проблемы с ангинами и так далее, и меня просто запихнули к врачу-гомеопату, вот, прекрасная женщина, Ольга Сметанина, мы с ней познакомились, она тоже вот чуть-чуть такая космическая какая-то, и она мне помогла. Вы знаете, я забыл, когда в последний раз у меня были ангины, вот, оно работает, и это не на уровне веры, это действительно выжимки из трав, ядов и так далее, и минимальные дозировки, они просто поднимают наверх саму проблему, а потом убирают ее прочь раз и навсегда. Понятно. Ну, давайте вернемся к битве экстрасенсов. Вот во время участия, да, вот в этих передачах вы встречаетесь, конечно, с другими, скажем так, магами и целителями и так далее. Среди них большой процент шарлатанов, то есть вы можете сразу отличить человека действительно со способностями от обычного хорошего актера, скажем так. Ну, я вам скажу так, на самом деле вот эта тема с шарлатанством, я, вот я не понимаю, люди говорят, шарлатаны, шарлатаны. Если у человека нет способности, он на своем месте не усидит, его выкинут. А вдруг вот я поэтому и говорю, а вдруг он хороший актер. Поэтому я знаю очень много экстрасенсов или людей, которые имеют способности, они хотят практиковать и работать, но вы понимаете, если человек пришел так называемому шарлатану, значит, ему кармически нужно было попасть к такому человеку, чтобы он ему дал неправильную рекомендацию, неправильный совет или вообще ничего не сделал, и тот просто откупился деньгами, и все. Понимаете, зачастую это откуп, некий откуп, да, как бы кто-то приходит, например, он совершил какой-то грех, где-то у него жадность сработала, где-то он там не додал, не отдал и так далее. Вот, да, я к этому отношусь так, что задолжали в прошлой жизни, понимаете, как бы, поэтому если говорить о шарлатанах, то шарлатан не усидит на своем месте. Но они есть. И вы просто энергетически... Ну, вы знаете, я считаю, я знаю очень много людей, у которых нет способности, и к ним ходят люди, и в то же время им как-то это помогает. Потому что есть категория людей, которые хотят слышать то, что они хотят слышать, а есть категория людей, которые хотят прийти, услышать действительно и поработать над ситуацией, а в первую очередь над собой. Вот, но это гораздо сложнее. Очень сложно человеку в лицо сказать, что ты козел или там, что ты, там, знаешь, там, неприличная женщина, ты себя ведешь в непотребный образ жизни. Ну, приходится говорить. Ну, конечно, приходится. Не приходится, я говорю открыто. И вот проект меня раскрыл в этом плане, да, как бы, это часть моего образа, и по большому счету я вжился, да, в этот образ. И мне не страшно сказать человеку о том, что он мудак, что он нехороший человек, что он поступает неправильно. И бывают люди психуют, нервничают, бывают люди спокойно реагируют на это по-разному. Но я работаю только с теми, у которых приходит осознание того, что они неправильно поступили в той или иной ситуации. И только тогда мы сможем продолжить. Когда человек идет через отрицание, нет, 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 значит, на нет и сюда нет. Вот бог, вот порог, до свидания. Ты пришел за помощью, давай работать над собой. Не хочешь работать над собой? Ну, извини меня, я, волшебной палочки у меня нет. — Да, это здорово. А вот как бы вы просто посоветовали нам, радиослушателям, просто как жить, чтобы избегать разных таких проблем? — Ну, каких проблем? — Ну, чтобы не приставала к нам вот эта вот отрицательная энергетика. — Чтобы не приставала, нужно перестать тратить свою энергию на балансировку своей жизни. Вот это самое главное. — Обычно как это происходит? — А я вам скажу, у нас первый центр — это материальный, он отвечает за что? Это копчик, он мужской, он отвечает за заработок, за достаток, за защиту, да, грубо говоря, защиты территории и добыча. Вот. Второй центр — это сексуальный, это передача энергии от мужчины к женщине, и в основном женщина через матку питает мужчину благотворной женской энергией, да, и чтобы у него дела хорошо шли и так далее. Третий центр — это что? Сила намерений. Это наше, как сказать, продвижение вперёд. Это как энергия, которая, как ветер, толкает наши паруса, дует в наши паруса и двигает, да, наш парус вперёд. Вот. Поэтому хочу сказать, что все эти три центра, грубо говоря, они находятся на точке ноль. До тех пор, пока ты не откроешь четвёртый центр. Это центр твоей души. Когда ты получаешь удовольствие от работы, когда ты на своём месте, когда ты кайфуешь от того, что ты делаешь, и это ещё приносит тебе деньги, когда ты понимаешь, что твоя способность и умение, твой дар открыт, и ты этим даром можешь хоть на Камчатке зарабатывать, да, деньги, то, поверьте мне, это напитывает человека. Нам не нужно тратить свою энергию на то, чтобы познавать какие-то науки, какую-то учёбу и так далее. Это генетическая память, либо это информация, которая идёт от высших сил напрямую. Вот у тебя два ящика, тебе нужно сделать выбор, правый или левый, понимаешь? И тебе не нужно логически продумывать механизм, как подойти к этому ящику, да, и чтобы точно попасть. Логически это можно продумать, но по большому счёту ты потратишь очень много времени и энергии, чтобы чётко определить, какой ящик полный. А если ты интуитивно открываешь двери, те, которые тебе нужны, ты входишь легко и без проблем, и у тебя в жизни получается. И ты постоянно делаешь правильный выбор. У тебя нет неправильного выбора. И вот если вообще сузить вот этот коридор, что надо делать? Сузить человек, ой, боюсь потерять работу, ой, хоть бы муж не ушёл, ой, там вот это... Классно не париться? Ну, конечно, не тратить на это энергию, потому что это как лодка, которая на воде. Она качается то вниз, то вверх. И вот ты пытаешься поймать вот этот баланс равновесия и постоянно падаешь, проваливаешься либо на первый центр, у тебя идут проблемы материальные, либо на второй центр у тебя проблемы в семье или в личной жизни, или заблокировался центр, и всё. Всё идёт от нашей лени и балансировки. Если мы расслабимся, перестанем балансировать, перестанем контролировать ситуацию, если мы научимся относиться к людям с душой, с любовью, да, а не оценивать их, ой, вот как вы одеты там, а как вы говорите, а вот что-то там не так. То есть отсюда вывод главный, пофигизм, залог успеха и здоровья. Ну и... В хорошем смысле. Пусть будет так, Мария, поправьте, пожалуйста. Я вас очень... Я, знаете, Солен, нет, у меня, поскольку я вчера смотрела небольшие выдержки из ваших интервью и так далее, вот у меня до сих пор вот этот кошмар, который с вами произошёл, когда вы чуть не погибли. Слава богу, вы и ваша семья очень молодые, кстати, очень красивые родители у вас. Спасибо большое. Все остались живы, но вы потеряли семью в плане того, что ваша супруга, как я поняла, потеряла ребёнка. Да, но это было уже, конечно же, позже. На самом деле эта ситуация очень такая страшная и трагичная для нашей семьи, но она нужна была, потому что я прошёл... Это наше второе рождение. Причём это произошло в ночь Ивана Купалы, шестого на седьмое. Вот в этот период вообще в воду входить нельзя, чтобы понимали, это очень опасно. Вот, и хочу сказать, что да, действительно, я очень сильно отгонял мысли о том, что всё-таки не родится мой первенец, да, и так далее. Для меня это было очень страшно, что такое может произойти. Я не хотел в это верить. Но вы знаете, всё-таки, как говорится, судьба есть судьба. Вот так должно было произойти, понимаете? Для меня это, конечно, очень больно осознавать, что потрачено очень много времени. На тот момент я уже встречался с Марианной, у нас были отношения, и буквально после этой ситуации мне вот срочно хотелось жить, и срочно хотелось быстро что-то делать в жизни, да, потому что я понял, оказавшись на грани смерти, ты понимаешь, что насколько дорога жизнь и насколько дорого время. Это чудовищно просто. Да, и вот как бы произошло то, что произошло, мы на этой почве и развелись, потому что она интуитивно чувствовала, она говорит, я не хочу детей, она мне говорила. Я не хочу детей. Я говорю, слушай, ну как так, как можно, я не понимал вообще этого её, и у нас вот это сопротивление, и, конечно же, её энергия, моя энергия. А, кстати, ну вот мысли, они действительно материализируются? Ну, вы знаете, я больше бы сказал бы, вы знаете, не мысли материальные, а очень важно, вот эту фишку я прочувствовал ещё накануне битвы экстрасенсов, за год до того, как я попал на проект. Я понял, как вообще осуществлять свои желания. Очень тяжело что-то захотеть. Вот мне сейчас что-то захотеть сильно очень тяжело, потому что правильно говорят, что нужно ставить шапочные желания какие-то, да, там, хочу стать президентом, да, как бы, и на пути к этому понятию президент ты достигаешь некие ступени, да, может быть, ты и не дорастёшь до президента, но много что ты умеешь сделать. Да, вот, поэтому я прочувствовал, когда я смотрел интервью одной из, не интервью, а финальное слово одной из победительниц битвы экстрасенсов, меня аж промурашило. У меня она, я не знаю, написали ей эти слова, она сама продумала, прочувствовала и сразу это сказала. Я не буду сейчас это обсуждать, но суть в том, что меня настолько эти слова затронули, те, которые она сказала. Я перематывал и каждый раз просматривал снова, перематывал и просмотрел. И у меня до слёз, до мурашек, у меня кожа как гусиная становилась такая вот от этих слов. И я смотрел эти кадры, и я говорил, я хочу так, я хочу именно так. Вот мне хотелось держать этот кубок в руках, и мне хотелось сказать финальное слово. И моя подруга Алена Йоханнесон, тоже экстрасенс в Норвегии. Мы познакомились на проекте. Она говорит, Сурен, я знал, что ты будешь победителем битвы экстрасенсов. Когда в первый день при нашем знакомстве ты рассказывал, как выпадает с лимузина чёрного твоя нога в лаковой обуви и в зелёном костюме, я, говорит, была в шоке. Не наглый ли этот парень вообще? Я здесь тоже как бы пришла за победой, и он мне рассказывает такие моменты. И ровно, ровно через три месяца этот чёрный лимузин, эти мои лаковые туфли и зелёный костюм, и ковровая красная дорожка. Ну вот всё получается. Значит, желание и мысли материализируют. Я могу сказать, что... Думайте о хорошем, желайте. Куча, куча людей болели именно за Сурена. Я слушала интервью, и каждый объяснял вот своё точное зрение. Почему он так делает? Да, что вот Сурен, Сурен лучше. И как он сказал сам, перед тем, ведущий задал вопрос, вам было бы достаточно третьего места, когда открывали конвертики? Он говорит, нет, я пришёл, закупка. Вот так вот, да, всё правильно. К сожалению, время у нас ограничено. Подожди, может, последний вопрос? Можно, можно. Вот опять-таки, слушая ваше интервью, вы сказали, что вы хотите всё-таки создать семью и так далее. Поскольку это интервью было два года назад, вы создали семью? Ну, пока нет. Я холост, но я в поиске той единственной. И я думаю, что, наверное, идеальной женой для меня станет та, которая будет посещать мои курсы, лекции, пройдёт все тренинги и семинары. Вот, и я её подготовлю для себя, для своей жизни. Ну что ж, отлично. Тем более сейчас вы в Армении. Дорогие девушки! У меня тоже развито вот это чувство. Так что ищите, она где-то здесь поблизости. Я надеюсь. Спасибо вам. Спасибо вам, конечно же. Напоследок, буквально, в пару предложений, пожелания нашим радиослушателям. Что хочу пожелать? Я хочу пожелать всё-таки людям не иметь стадного инстинкта. Потому что, ну, в последнее время такая тенденция пошла, что у людей просто какой-то маниакальный стадный инстинкт. Люди перестали думать вообще и чувствовать что-то, понимаете? Как бы они вот это услышали информацию какую-то и пошли за этой информацией. Нами очень жёстко манипулируют. Нужно это не забывать. Поэтому, когда вы делаете какой-то выбор, либо следуете за кем-то, вы должны понимать, что нужно выбирать не душой, вот как душа, да, говорит, не разумом, да? А нужно выбирать всё-таки, знаете, каким образом? Вкупе, наверное. Нет, с точки зрения того, как бы было хорошо для ваших детей и семьи, и как бы было хорошо лично для вас. Вот нужно делать для себя. Вот в первую очередь для себя. Вот когда вы для себя сделаете, удовлетворите свои потребности, вот тогда можно сказать, что выбор сделан. Внутренне вы должны удовлетворить свои потребности на уровне материальном. Ну что ж, спасибо огромное Сурену, Джулакяну. Напомню, у нас был победитель украинской битвы экстрасенсов 16 сезона. Спасибо большое, что нашли время, посетили наше скромное заведение. Вам спасибо. Кстати, очень милый молодой человек. Вот так вот. Это Маша тема говорит, кто, может быть, нас онлайн не смотрит. Да. А вот надо было смотреть. Ну ничего страшного, через несколько часов, буквально через пару часов будет. Да, мы выложим на нашем сайте. На сайте всё можно будет посмотреть. Спасибо огромное. Благодарю вас за эфир. Всё было прекрасно. Мне вы очень понравились. До новых встреч. Вам спасибо. Приезжайте к нам почаще. Да. Мы с вами пока ещё не прощаемся. Наоборот, говорим доброе утро всем. Доброе утро. Ура.